Семиология Семиология Знак является базовым понятием в этой группе теорий. Фактически мы можем выделить два подхода или две концепции того, что мы подразумеваем под знаком. У де Сассюра знак имеет две сущности. Первая сущность, он называет ее обозначающей. Обозначающая – это некая визуальная или перцептивная форма знака. То есть то, в каком виде перед нами этот знак предстает. В данном случае это красный круг с полоской поперек, по диагонали. Обозначающая само по себе не имеет никакого смысла для индивида, пока нет второго элемента знака. Второй элемент знака – это обозначаемое. То есть или де Сассюра его еще называет концепт. Концепт – это в данном случае смысл этого знака, что вкладывается в эту красную черту и красный круг. И, безусловно, человек, не знающий правила дорожного движения, скорее всего, просто будет понимать под этим некую абстрактную концепцию запрещения. Что-то запрещено. И поэтому, кстати говоря, этим знаком очень часто обозначают знак. Нельзя курить, нельзя проносить напитки, нельзя фотографировать и так далее. То есть в этот знак внутрь вписывают ту или иную пиктограмму, которая четко нам сигнализирует. То есть сам красный круг с чертой имеет значение. Потому что пиктограмма имеет для назначения в любом случае она изображает объект, который запрещен. Сигарета – значит курить, фотографировать – значит фотоаппарат, ну и так далее. Соответственно, вот это вот таким образом красное с поперечиной является, сам смысл запрещения является обозначаемым. Эти две сущности знака в отечественной традиции называют еще денотат и сигнификат. Денотат от французского «denomé» – обозначать, денотат – это обозначающее, а сигнификат от французского «sinefier» – это значит значить. То есть «denomé» – обозначать, придавать какое-то имя, а «sinefier» – это значить. И, собственно говоря, сигнификаты это обозначаемы. Это «desassur». Обратите внимание, если мы сейчас уберем отсюда визуальную форму этого знака и возьмем язык, что в языке является знаками. Ну вот с точки зрения «desassur» знаками являются отнюдь не буквы, знаками являются слова. И таким образом «обозначающее» – это некая форма слова, визуальная или, если речь идет о устной речи, это набор звуков, тогда как «обозначаемое» – это концепт слова. То есть то значение социально разделяемое или конвенциональное, как еще говорится, которое мы придаем этому слову. Это «desassur». Вторая концепция, и «desassur» – это семиология. Вторая концепция – это Чарльз Андерс Пирс, американский философ, семиолог. Собственно, вот с его точки зрения существует знак, который он называет «репрезентамен». Он более или менее соответствует тому, что у «desassur» называется «обозначающее». То есть «репрезентамен» – это то, в каком нематериальном виде предстает перед нами материальный объект. То есть в данном случае объектом является конкретный карандаш, знаком будет некое слово, имеющее отношение к этому объекту. И третий элемент Пирс называет «интерпретанта». Не «интерпретант», то есть не человек, не актор, а «интерпретанта». Это очень близко к идее «обозначаемого» у «desassur», но смысл, который заложен в «интерпретанту», предполагает, что это значение может быть очень разным. Что оно не является на самом деле социально разделяемым в полном мере, потому что оно зависит от огромного количества установок, в том числе личных установок того, кто интерпретирует сообщение. И в той и в той концепции мы видим, что лингвистический знак конвенционален. Конвенционален, потому что он отсылает не к самому предмету, а к представлению об этом предмете или концепту. И в этом заключается условность знака. Это позволяет языку на самом деле не быть привязанным перманентно и постоянно к социальной среде, при том, что он к ней привязан. Просто потому, что вид стола, вид автомобиля, представления об автомобиле в современном мире постоянно меняются. Слово остается, оно не меняется, его концепт в этом смысле остается. И вот поэтому знак условен он не отсылает к конкретному элементу, к конкретному объекту. Он отсылал к конкретному объекту, например, в пиктографической письменности. У Пирса, да, этот объект есть, он называется референт. Но, опять же, есть всегда интерпретанта, то, что позволяет человеку связывать знак с объектом. И, собственно, вот этот процесс связи знака с конкретным объектом Пирс называет семиозисом, соответственно, наука семиотика. То есть процесс, в результате которого нечто становится знаком. Действительно, теория знака претерпела колоссальную эволюцию. Колоссальную эволюцию. С одной стороны, мы можем наблюдать у идеи знака де Сассюра по крайней мере два ответвления. Это, с одной стороны, приет и буисенс, которые ушли в психолингвистику в значительной степени и в изучение вот таких когнитивных вещей, связанных со знаком. Ролан Барт, безусловно, наиболее яркий представитель семиологии или французской семиологии, если хотите, уже второй половины двадцатого века, который в значительной степени продолжил работу де Сассюра и фактически доконструировал знак как миф, о чем мы еще будем говорить на этой неделе. А с другой стороны, мы наблюдаем целую плеяду ученых, в основе которой был Пирс, который очень сильно повлиял на Умберто Эко. И здесь есть очень большая разница. Вот если Ролан Барт, от части де Сассюр, хотя де Сассюр касался в основном лингвистики, он касался языка. Ролан Барт касался семиотики, то есть различных семиотических систем. Он изучал семиотические системы в кино, в рекламе, в разных видах массовых коммуникаций. В этом смысле он, с одной стороны, для нас интересен, а с другой стороны, он является продолжителем традиции де Сассюра. А продолжением традиции Пирса в значительной степени является, или можно было бы отнести, по крайней мере, так делают некоторые ученые, Умберто Эко. Да, один из величайших, наверное, так сказать, ученых современности. Умберто Эко. Умберто Эко семиотику трактует более широко. И основой для семиотики по Умберто Эко являются, опять же, не различные языки, рекламные, масс-коммуникационные и так далее, а различные культуры. То есть, вот этим кодом у Барта Нуау в его основании де Сассюра является язык, тогда как у Умберто Эко. Вот этим кодом, но опять же, мы очень условно использовали это понятие. Как мы уже говорили на этой неделе, на самом деле, использование понятия код не очень правильно к языку, потому что нет однозначной интерпретации. Тем не менее, вот в основе кода Умберто Эко, то есть, в основе семиотик Умберто Эко лежат разные культуры. И, собственно, изучение того, каким образом разные культуры переплетаются, каким образом разные литературные традиции тоже переплетаются. И, исходя из этого, каким образом различные, вот это дает основание для различных культур, и каким образом различные культуры создают различные типы языков, назовем это так, вот этим занимается Эко. От которого ответвляется ряд других ученых, там, тот же Рикер, тот же Бен Венист, которые занимались речевыми актами, там, или Рикер занимался исключительно тем, чем отличается письменная от устной культуры, здесь он ближе к медиаэкологам. Ну, или, так сказать, Бодрияр, для которого значение имеет повседневные практики, да, это попытка семиотизировать повседневные практики, о чем мы, конечно, еще будем говорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова